Девочки, я хочу вам показать все-таки костюмы. Манро 24, который я сюда ходила-то, получала. Сначала в один какой-то сдек отправили, потом в другой. Я все-таки пошла, думаю, получу, пойду. Что там за костюмы? Ну, вот, девочки, представляю. Представляю брючный костюм. Сейчас немножко. Вот так вот, вниз. Девочки, вниз. Брючный костюм трикотажный, девочки. Такое, знаете, поло такое трикотажное. Плотненько, девочки. Плотненько. Вот такой костюмчик. Сзади немножко пониже. Брюки с лампастами. Трикотажные. Единственное, что мне брюки большеваты. Мне приходится вот здесь, в этом месте, вот немножко их поднимать. Потому что низкая пройма. Ну, как там, девочки, пройма или как называется. Хорошая резинка с кармашками. Вот приподнять уже получше. И низ не так болтаться будет. Здесь низ загнула я, видите. Если немножко приподнять вверх, то и низ будет лежать. Или низ надо укорачивать. Вот так у меня получается все время. Вот такой костюмчик с кармашками. Там футболочку можно какую-нибудь под низ надеть. И такой свободненький. Легкий. Ну, это спортивный стиль мой, вы знаете, девочки. Я люблю спортивный стиль. Сейчас, тем более, коронавирус. Я никуда не хожу. Платье перестала совсем одевать. Пальто. В общем, в основном спортивном стиле. Куртки. Вот это Мадру 24. Ну, ничего, да, девочки? Трикотажный такой, ничего, костюмчик. Порядочный такой, порядочный. Куда-то даже если поехать, отдохнуть с тобой взять. Ой, мечтаю уехать куда-нибудь. Так, следующие, девочки. Девочки, это знаете, какая фирма? Так. Республика Беларусь ООО Погрянется. Вот этот костюм ООО Погрянется. Беларусь ООО Погрянется. Вот. Вот он, девочки. Мадру 24. Ссылка у меня там была. Костюм женский. Блейзер, брюки. Обховат груди 112. Бедер 120. Рост 1,64 м. 56 размер. Изготовление 20-20. Беларусь ООО Погрянется. А еще один, девочки, костюм. Прогулочный костюм. Прямые брюки. С лампасами. Слитчок. Вот такой. Кстати, свободненько. Так, телу приятно, девочки. Костюм неплохой. Черный цвет. Черный с деленью. И к этому костюму еще, девочки, идет вот такая вот жилетка. Я жилетку надела. Надела. Вот делала, надела. Жилетку. Алло, мне говорит. Ну, все ничего. Все нормально. Но вот этот лейбл. Убери, мама. Я говорю, почему он говорит. Ну, не нравится. Дешевит как-то. Простит. Ну, вот это осень. И на осень я же заказывала. Теперь это уже до весны. Весной. Жилет хороший такой. Знаете, если акупа прикрыта. В общем, два комплекта у меня от Монру. Теперь с жилетами. Зеленый цвет. Все они любят, видимо, зеленый цвет. Все в зеленом цвете. Хорошие девочки костюмы. Нравится. Алюми костюм пришел. Маленький. 44 размер. 46 или 44 маленький. Брюки как на полерон. Спортивные. 112, 120, 164. Это Телур. Фирма. Телура Эл. Костюм женский. Модель такая-то. Телура Эл. Вот, девочки. Телура Эл. Это вот я заказывала. Решила проверить. Работает Лимонро 24. Скидка, про которую они говорили в описании, которую я оставляла. Я сразу перешла на сайт по этой ссылке, когда видео вышло. И заказала вот эти три вещи. И там получилось, две вещи берешь на третью 50% скидка была, по-моему. А у меня получилось, что на каждую вещь там какие-то скидки. Ну, смешные девочки получились. И, в общем, эти три вещи мне вышли в 16 тысяч рублей. Дороговато, конечно. Причем, конкретно дороговато. И, знаете, я поняла так, что вот такие вещи на выход все-таки лучше мерить. Но мерить, это надо ездить по магазинам. Это надо что-то искать. Это надо примерять. Это надо смотреть. В общем, ничего не охота уж, девочки. Ничего не охота. Ну, приятно я к телу буду носить этот толстой. Костюм этот буду носить, точно. Черный. Ну, что теперь? Я люблю все посветлее. Тут черный костюм получился. А так ничего, да, девочки? Нормальный костюмчик. Девочки, храм украсил территорию свою, смотрите. Пять часов. По-моему, пять часов время только. Что-то рано служба-то. Или так и начинается. А уже темно, темно, девочки, темно. Вот минут 15 уже все. Я как-то в том году пыталась снять вот эту красоту. Но в том году все елки были. Прям все елки. Все были в огоньках. Вся территория. А ночью не видно их. Сливается все. Что такое, сыночка? Что такое? На улочку надо. Рано еще? Рано, попозже пойдем гулять. Рано еще. На Масе смотрит. Масе-то запрыгнет сейчас сюда. На окошечко. И все. А ты-то нет. А ты нет. Тоже хочешь, да? Девочки. Ну, прямо целая проблема. Лёва похудел. И я теперь не знаю, какой размер ему заказывать. Лёва, встань. Покажись. Покажись. 46-й размер. Спортивный костюм. Бали-ро. Бали-ро, балеринка. Бали-ро. Бали-ро. Я даже не знаю, что мне сказать. Гринфилд. Рождественская мистерия. Черный чай. В нашем доме все давным-давно пьют чай Гринфилд Рождественская мистерия. И даже Федя, когда был в Кропоткине, пил этот чай. Что вы думаете по поводу чая Гринфилд Рождественская мистерия? Даже собаки, даже Мопс позитивно и весьма вульгарно реагируют на пакетики с чёрным чаем. Ой, 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 услышал, услышал. Девочки, два часа сейчас гуляли с ним. Два часа, представляете, в шесть ушли, в восемь пришли. Так, бежал весь район и ещё бы, наверное, гулял. Сегодня нет ветра на улице, так хорошо. Девочки, ну смешно, да, тюли? Тюли короткие. Короткие тюли. Храпит, даже лапы не мыл, потому что я телефон с собой не беру. Захожу, смотрю, телефон прямо разрывается у меня. Всё перерыл тут мне, пока я всё делал, видеомонтирую. Телефон разрывается, Марина звонила, потеряла меня. Где я? Смотрите, всё покрывало в пятнах. Ничего не пойму, у него это писька гноится опять начала. Писюнька гноится начала вот иди. Я этим хлоргексидином промываю прямо туда ему. А, ничего, что-то не помогает. Что такое, девочки, эти собачницы, кто знает? Кто знает? Что делать? Ветеринар мне сказал, промывайте хлоргексидином. Вот, и всё пройдёт. Ну, что-то ничего не проходит у нас. Что-то я устала, девочки. Подустала я что-то. Что, 96-800 с айфоном? Ничего себе. Вроде вчера было 94-600. Что, 2 килограмма у меня, что ли? 2 килограмма у меня, а те же ты и айфон? Не может быть. Книжки. Всё, ребят, идите спать. Это пойдём, всё брошено, видите что? Как зашли? Всё бросило. Кошмар какой-то. Это надо повесить. Это завтра утром пойдём. С собаками наигрался, нагулялся. Нагулялся. Так, бельё. Господи. Потеряла перчатки. А перчатки, оказывается, в машине стиральной остались. Я куврик посушила. Этот вчера постирала, посушила. Этот на батарею надо. И перчатки потеряла, думала, я где-то их оставила. Окна не завешаны. Лена Михалыча, не было Михалыча. Как я живу, девочки? Вот как? Как Лена Собачница живёт? Лена Собачница живёт как-то не в ритме. Или в ритме большом. Так. Всё, окна у нас завешены. Садись с окна и всё. Девочки, ну всё, пока-пока, любимый. Обжорка, как всегда, девочки. Обжорка, как всегда. О, всё вылизывает. Всё вылизывает. Спать сейчас пойдёт. Я пью кефир. Стаканчик кефира. Время 8 часов. Пол девятку. О, что-то я устала, девочки, честно. Сегодня пришла на педикюр. Думала, девочки, знаете, ну, в бремёрке будут свободные мастера. Нет, мастеров свободных нету. И домой пришла уже, голову девочек неохота была мыть, вкладывать. Как марамойка целый день. Что-то отдохнуть мне надо, девочки. Полежать надо мне. День-два на кровати прям полежать. Никуда не ходить. А я завтра собралась в Икею ехать. Не знаю, поеду, не поеду. Субботу, думаю, что опять буду собирать. Среди недели не поехала. А в субботу поеду в Икей. В общем, девочка, вот такие дела. Пока-пока, любимые. Хорошие выходные, девчонки.